Девочки, всем огромный привет! Сегодня я снимаю видео под названием Баклажаны по-корейски. Этим рецептом я пользуюсь с 2009 года. Я не знаю, кто меня угостил этим рецептом, уже честно сказать не помню. Я раньше не была активным пользователем в сети интернет, поэтому все переписывалось, передавалось откуда-то извне, не знаю. По-моему, я его нашла в журнале 100 объявлений. У нас был и есть сейчас такой журнал, и скорее всего я там нашла этот рецепт именно в этом журнале. Что мне потребуется? Мне нужно 2 килограмма баклажан, они у меня последние. Не знаю, удастся ли мне купить в субботу еще, чтобы что-нибудь заснять про баклажаны. Мне нужно полкилограмма лука, полкилограмма моркови, полкилограмма перца. Вот здесь у меня измельчено уже 3 головки чеснока, я его очистила, измельчила. И стручок горького перца, как видите. Теперь далее у меня здесь сахар, 4 столовые ложки, 150 миллилитров масла подсолнечного и 100 миллилитров 9% уксуса столового. Это мне нужно будет для маринада. Масло, уксус, сахар и также соль нужна будет, 1 ложка. Сейчас что я буду делать? Сейчас я налила в кастрюлю примерно 2,5 литра воды, вскипятила. Сейчас я туда насыплю 4 ложки столовой соли и буду, вот не сразу все их закину, а по частям буду закидывать баклажаны и варить. Варить я их буду очень мало, то есть они у меня там закипят, всплывут и я их буду вытаскивать. Потому что потом они будут еще стерилизацию проходить, ну то есть мне нельзя их переваривать, каша будет в банке, сами понимаете. Сейчас идем со мной варить баклажаны. Вот я налила в кастрюлю воды, она уже кипит, бурлит вовсю. Я насыпаю 4 ложки соли без горки. Все забурлило и теперь я отправляю туда баклажаны. Наверное буду по 4 штучки отправлять. Закрываю крышечкой. Вскипели, всплыли, они у меня и так на поверхности сейчас сварятся. Да, кастрюлька маленькая. В общем, сейчас закипит и продержу их минут 5, не более. Девчонки, баклажаны закипели и вот теперь я их буду варить не более 5 минут. Вот я вам специально показала. Девочки, прошло 4 минутки, смотрите, я проколола. Я считаю, что они уже готовы. Именно то, что мне надо. Я даже не буду ждать 5 минут. То есть я их сейчас уже вытаскиваю. И по такому же способу я варю следующие. Пока у меня там варится вторая партия баклажан, я начну урезать лук. Лук нужно покрошить соломочкой. Ну, вообще, как вы хотите, но не чтобы он не крупный был. Я сегодня в ночь снимаю в одна. Не обессудьте. Строго не судите. Девочки, я сварила баклажаны, они вот в соли. Пока они остывают, я занимаюсь овощами. Мне сейчас нужно потереть морковь. Для натёрки, для корейской моркови. Вот такая она у меня получается. Вот такой соломочкой я буду её тереть. Я показываю поближе, не знаю, куда там камера у меня снимает. Так вроде настроила, что сюда. Сейчас я перетру эту всю морковь и вновь включусь. Пока хочу вам сказать, что на последнем видео баклажаны варёные. Как я вас и просила, чтобы вы ставили лайки, писали комментарии. Я очень вам благодарна, потому что за последние, сколько снимали видео, это на первом столько у меня комментариев. Вы такие активные, меня это очень радует. Ну, естественно, значит, вы со мной, значит, вам нравится, как я готовлю. Я считаю, что вот баклажаны по этому, ну, по-корейски, по этому рецепту, ну, самый-самый наипростейший рецепт. Поэтому я его и готовлю, использую в своей кухне, так скажем. Ну, всё, ждём, пока я перетру морковь, включусь. Морковь я перетёрла. Мне осталось покрышить перчик, и можно будет перемешивать и собирать салат. Перчик тоже желательно покрышить соломочкой. Ну, смотрите сами, как вам нравится. Можете кубиками крошить. На ваше усмотрение. Я люблю соломочку. Субтитры сделал DimaTorzok Следующее действие. Мне нужно попытаться немножечко отжать баклажанчики. Ничего в них такого нет. Водички-то нет. И баклажаны я буду крошить кубиком. Сейчас я принесу сюда кастрюлю. Перемешивать я буду в кастрюле. Надо тазик занести. Так, как я уже и сказала, баклажаны крошу кубиком. Можете по своему усмотрению крошить. Как вам больше нравится. Но не слишком мелким кубиком. Как удобно снимать. С мужем, конечно же. Не знаю, в какую сторону вещает моя камера. Еще раз прошу прощения, если что-то не видно. Буду надеяться, что вам как-то видно все же, что я делаю. Баклажаны я покрошила. Сейчас сюда высыпаю перец, лук. Так, морковь уже некуда. Сейчас попробую промешать. Я деловая колбаса купила себе перчатки. Это у нас все такие стерильные. Это все осядет, конечно. И сейчас оно в таком виде. Так, попробую все-таки впихнуть туда морковь, чтобы размешать. Однако придется идти за тазом. Никак не получится промешать. А что, девчонки, никуда я не пошла. Взяла я противень в духовке и в нем перемешаю. Что ж у меня, головы что ли нет? Буду я за тазиками бегать, потом их мыть. Все отлично перемешивается. Однако сразу же сюда я насыплю 4 столовые ложки сахара. Вот этот чеснок сразу. Три головки. Столовый уксус 9% Столовая ложка соли. И сейчас покрошу горький перец. У меня горький перец, а стручок. Он очень горький. Но вы по желанию, если хотите поострее, можно насыпать красного перца горького. Все, девчонки, теперь перемешиваю, а масло потом залью. Эх, передать бы вам запах. Так что после перемешивания выкладываю в кастрюлю все. Чтоб легче мне было, я вылью половинку масла. Я сейчас вот это все оставляю примерно на часик. У меня сейчас все там, все вкусы перемешаются. Так, масло вылить надо. И после того, как простоит часик, я буду раскладывать по банкам и стерилизовать. Я буду в 0,5. В 0,5-ках закрывать. В 0,5 литрах в баночках. Хочу сказать вам, что вот этого салатика я тоже готовила по 2-3 порции. Ну, сейчас вот одну вот это. В этом году у меня еще прошлогодний есть. Ну, все, вам показала. Смотрите уже, как сколько тут в кастрюле получилось. Видите, как примялось. Ну, все, пусть стоит часик. А мы отдыхаем. Видите, как все быстро. Порезал, сварил, подщикал, размешал. И все готово. А зимой какая вкусняшка. Просто прелесть. Все, ждем продолжения, девочки. Девочки, прошло у меня даже больше часа. Я тут ушла, была занята. У меня тут образовался сок. Однако, вам видно. Вот, видите. Я тут промешала уже. Баночки достала из духовки. Они у меня еще горяченькие. Теперь буду раскладывать по банкам. Жадничать не буду, а то вечно набью их полными. Потом течет все. Вот, видите, оно у меня как в собственном соку получается. Сейчас еще это будет стерилизоваться. Крышки тоже простерилизовала все. Сколько баночек получится, не знаю. Сейчас посмотрим. Кстати, что-то на вкус не попробовала. Жадничать, типа, не буду. Сама опять по полной банке. Так, вот это будет, однако, беспонтово. Ну, ладно, хотя бы мимо не будет валиться. Хорошую приспособку себе купила. Раньше была. Потом как-то потерялась. И все. А так-то удобно девочки в банки складывать. Мимо ничего. Не проливается. Не просыпается. Я немножко притрамбовываю. Вот, видите. Видите, чтобы у меня сок был сверху. Рассол, сок вот этот вот. Что, девочки, в итоге мы получили? Вот такой у меня вышел выход. Это что у меня? Пять пол... А, пять. Семь полмитровых баночек. И одна 850-граммовая баночка. Я что хочу сказать. Все, в кастрюльке пусто. Ничего нет. Все выскребла. Вот у меня весы-то старые. Я же вам показывала уже, что они очень древние у меня. Они у меня здесь 25 лет. Там я еще их в Казахстане купила. Так вот, я на них же завешивала для вас эту порцию. Поэтому, может быть, вы электронными начнете завешивать, а у вас меньше получится. Тут вот тоже надо учитывать, что у меня старые весы. Сейчас я, девочки, поставлю эти банки в духовку и буду стерилизовать. После того, как закипит у меня, у меня забурлит здесь. Видно будет там... Сказать не могу, устала уже. как кипит в баночке. Бульки видно будет. И тогда я подожду 15 минут и после того начну закрывать. Еще хочу сказать. Я ставлю стерилизоваться на решетку. Ну, я сейчас покажу. А под решетку я обязательно подставляю противень, потому что будет бежать и все будет гореть. Сейчас я все составлю, девочки, в духовку и вам покажу. Вот противень у меня здесь под решеткой. И баночки стоят. Все. Я закрываю духовку и жду, пока закипит. И после этого буду стерилизовать 15 минут. Пол-литровые, а то 850-граммовые. Я буду стерилизовать подольше. Девочки, сейчас буду показывать, как я закрываю банки. Наконец-то. У меня сегодня напряжение вот вообще никакое. Еле дождалась. Я уже тут покажу вам, чем я тут занялась. Горофильников настряпала. В смысле, напекла. Сейчас вот в духовку надо отправить. Она у меня банками занята. Сейчас закрою банки, покажу вам, что там у меня получилось. Вот, девочки, все кипело. И проливалось, как бы даже оттуда. Закрываем. Хорошенечко, как вы уже знаете. Вот так они выглядят. Эти баклажанчики. Я-то сама сказала, что буду мало класть в баночку. Ну-га, ага. Когда такое было-то? Мне ж побольше все надо. Ну, что вам показывать-то уже. Так, старенькое полотенце принесла. Буду переворачивать, потом закутывать их буду. О, вот так показала вам. Сейчас все закрою и включусь. Все, девчонки, закрыла я баночки. Сейчас буду укутывать полотенце. Тряпки какие-нибудь накручу. До утра простоит у меня, потом уберу в погреб. Все, наконец-то я их закрыла. Желаю вам хороших заготовок вместе со мной. Это очень вкусно получается. Поверьте, баклажаны эти по-корейски мне очень нравятся. Спросите, что там за стулья стоят. Ну, вдруг кому попадется. Внимательно же люди смотрят. Так вот, расскажу. У нас пластиковые окна. Ну, как слуховые, что ли. Там он. И муж сделал. И стеклопакеты пропали. Где тонко, там и рвется. Вот он вытаскивал одно окно. Заказал. Уже вставил все назад. Стеклопакет. Теперь следующий будет заказывать. Тоже вытаскивать. Ужас какой-то на нас напал. У нас черная полоса. Ну что, девчонки. Буду прощаться с вами. На этом заканчиваю свое видео. Всем всего хорошего. Не забывайте меня поддерживать лайками, как вы это делаете, комментариями. Спасибо вам огромнейшее еще раз за это. И всем пока-пока. До новых видео. Получите. Так куплю баклажаны и буду снимать еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok